Здравствуйте! Впервые в сезоне 100% выезд. Ярославская молодежная хоккейная команда ЛОКО в воскресенье завершила турне по маршруту Москва-Матищи-Чехов-Астана. В Казахстане подопечные Петра Воробьева провели тяжелый поединок против местных снежных барсов, занимающих 4 место в дивизионе Центр. Целых 39 минут соперники не могли распечатать ворота друг друга, которые с одной стороны защищал финн Вилли Колпанин, а с другой Никита Ложкин. Лишь на исходе второй 20-ти минутки Владиславу Картаеву удалось открыть счет в матче. Хозяева нашли ответ в начале третьего. Отбившись в меньшинстве, барсы забили руками Артема Бурделева. Дело плавно катилось к дополнительной 5-ти минутке, но с таким развитием событий ЛОКО явно не был согласен. За 3 минуты и 14 секунд до финальной сирены Колпанин еще раз пробил Егор Яковлев. 2-1 и после этой виктории ЛОКО взял на выезде 12 очков из 12 возможных. Теперь у железнодорожников первое место в Восточной конференции. Ярославцы опережают магнитогорских стальных лисов на 1 очко, правда сыграв при этом на 1 игру больше. 7 декабря ЛОКО дома принимает мамонтов и игры из Ханты-Мансийска. Между тем, как сообщает сегодня официальный сайт Красноярского Сокола, клуб уже расстался с двумя хоккеистами, которые продолжат карьеру в Ярославском локомотиве. Это 21-летний защитник Егор Мартынов и 22-летний нападающий Даниил Ярдаков. Изначально в прессе была информация о том, что Ярдаков сыграет за Сокол против Пензенского Дизеля. Этот матч запланирован календарем ВХЛ на 7 декабря. Нынешний сезон Мартынов начинал в Челябинском Мечеле, где в 17 матчах набрал 3 очка. За Сокол хоккеист выступал с 4 ноября и провел 9 игр. Защитник уже находится в Ярославле и в ближайшее время будет внесен в заявку локомотива. В составе железнодорожников он будет выступать под номером 5. Ярдаков играл за Сокол с начала этого сезона, провел 25 игр, забросил 11 шайб. Официальный сайт хоккейного клуба «Локомотив» пока этот переход не подтверждает.